ну что всем привет мои дорогие рад придется снова на своем канале у нас очередной выпуск мукбанга кушаем вкусную еду берите обязательно тоже что-нибудь с вами вместе покушать иначе зайдете с плянями так у меня сегодня крылышки давно чуть не готовим как давно на неделе две их не готовим может чуть меньше короче очень захотел крылышек сделал их в остром соусе но не очень прям острый знаете поэтому захотел крылышек давайте поедим возьмите обязательно тоже что-нибудь напишите пожалуйста в комментариях что вы со мной кушаете потому что именно ваши блюда может стать на моем столе следующем также хочу попросить заранее поставить лайк оценить это видео они же пальчики вверх не скупитесь пожалуйста поставьте подпишитесь на канал если это еще не сделали и включите колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео а мы с вами приступаем они еще горячие не знаю смогу их есть или нет по крайней мере попробуем не остался соус тартар вы помните уже как-то с ним кушал не знаю хочу его или нет но давайте чуть-чуть я вот сюда вот куда нить выдавлю решил записать мукбанг потому что на мои зрители их обожают с косточки сладит просто офигенно тарелочку подготовлю что мне косточки скидывать очень вкусно косточка даже косточка развалилась понимаете у меня во рту вчера гуляли у оксанки на дне рождения гульнули вообще замечательно прошлый год мы к сожалению пропустили люди рождением болели а так мы всегда знаете каждый год у нее там сэйшн и тусэйшн и коллектив замечательный вообще артем ваш конечно же нахерачился намешал и шампанском то есть я по нарастающей конечно все и шампанское вино и красное и белое и настойку и коньяк потом мой в общем все все было офигенно вот я вам горячую не люблю потому что вкус не всегда чувствуется она уже подостыла сейчас юлька с кумой болтал за это время как раз она полностью готова кстати пью я просто водичку у меня сегодня от ходосики скажем так голова не болела абсолютно не следил сегодня за новостями что у нас вообще новая какие новости в этом мире произошли сегодня поэтому не в курсах немножко вы уже знаете что мои крылышки это там фирменное блюдо многие готовили по моему рецепту здесь есть мед еще то что просто превосходно я бы вам показал поближе на фокус немножко не будет работать они вот такие вот поджаристые видите в общем очень вкусно представляете хочется жар за жаристая попался просто шикарно здесь у меня 750 грамм их не всегда все доедаем это до жарки 750 грамм После жарки, конечно же, тут меньше, само собой. Любите ли вы, кстати, крылышки? Напишите мне в комментариях. Возможно, вы готовили уже по моему рецепту с предыдущих мубангов. У меня даже был кутинг, в принципе, в прямом эфире, как я крылышки готовлю в Кока-Коле. Поэтому можете найти на моем канале это видео. Офигенно! Просто превосходно. Ой, ну короче, YouTube тупит немножко. Опять что-то ему не нравится моя монетизация. По сути, у меня ее и не было. Это монетизация. То есть с донатами через YouTube. Там шуры много бросало. У меня там за месяц 40 долларов, грубо говоря, вышло. Вместе с этими донатами. Ну, есть реклама, которая показывалась. Не на территории России. Но вывести я их сама не могу. Как вы тоже уже знаете, мои постоянные зрители. Это работает на мое будущее, скажем так. Но сегодня у меня опять отключили временную монетизацию. Опять запрашивают документы какие-то. но я не могу их предоставить, потому что у меня нету в Турции счета. И из-за того, что я не могу предоставить, у меня опять временно ее отключили. По сути, в финансовом плане я ничего не несу, никаких убытков. Мне наплевать. Мне даже больше нравится, когда ее нету. Потому что, мне кажется, видео гораздо лучше продвигаются. Больше набирают просмотров, когда у меня нет монетизации. Поэтому я даже готов от нее пока что полностью отказаться. Потому что, ну, у меня не такие гигантские просмотры. Скоро мне лучше будет больше зрителей просмотров. Кстати, у нас уже практически 13,5 тысяч подписчиков. Когда вы смотрите это видео, возможно, уже 14 тысяч растем, летим. Только недавно отмечали с вами 10 тысяч. Я сегодня только позавтракал. Скочил опять в 7 или пол седьмого, не помню. Вчера даже концовку видео не записал с нашего сессиона. с дня рождения. Пришел, принял душ и увалился спать. У меня соус заканчивается, блин. Кетчуп взял, не знаю, хочу я его или нет, шашлычный. мне что-то уже не охота. Пускай будет. Не хотел ни овощей, ничего. Чтобы не перебивать вкус. утром себе проснулся, я проснулся, прям хочу каши. жиденькой манной каши. Я сварил пол тарелочки. Ну, потому что, видимо, организм требовал. Я не скажу, что я вчера прям... Я всего по чуть-чуть намешался. Ну, не совсем по чуть-чуть, но всего понемножечку, знаете, налил, намешал. Мы там были с 5 часов и до 12. То есть, ну, сколько часов я там был, да? 7 часов. Поэтому хотели потом еще в бар пойти. Вот. Но на бар уже сил не хватило. У меня, конечно, была мысль, когда я приехал к дому, что он может сходить. Отмечали на даче, кстати. Погода. Вчера было солнечно, тепло, 16 градусов. Прям повезло. Сегодня тоже тепло, вроде говорят, 17 градусов. Ну, я чувствую. Но солнца нету. Хотя сейчас уже скоро закат должен быть. Я снимаю это видео в воскресенье. Время 20 минут седьмого вечера. Угу. 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 Это скоро потемнеет. А с моим освещением надо снимать при дневном свете. Блядь, они такие вкусные, ребят. Знаете, вот прям кайф. Эти крылышки просто что-то с чем-то. Ммм. Божественно, мед. Вот такой соус. Немножечко прям ложечка чайной кетчупа. Полстаканчика воды. Специи. Можете для курицы, можете для мяса добавить. Взбил вот этот соус. Уже когда пережарил их с двух сторон, обжарил на быстром огне в масле, добавлял сверху вот этот соус. И дальше под крышку. Она уже немножко потомилась, поэтому она так и слазит, знаете, с косточки. Слезает. А то у меня, я не знаю, много учителей. Или слазит. Я не знаю, как правильно. Мое познание русского языка, да. Сегодня прям захотел с утра фруктов. Вчера, кстати, на днюшке у Оксанки тоже были там винограды, персики. Что хочешь. Захотел этих узбекских нектаринов. Сейчас покажу. Они вот такие вот маленькие, как абрикосы, только это нектарины. Классные. У них в дикте по 100 рублей. Без акций они по 200, кстати. У нас на них что-то всегда акция. Один раз обшел не был. Брал еще дыню, торпеду. Что-то она мне брал в дикси. Вот. И она мне не зашла. Она какая-то... Нет, она вроде дыня, но знаете, какая-то она такая даже не водянистая, а более травянистая. Но вкус дыни чувствуется, но все равно. Недозревшая как будто. Ну, в случае, я схожу там трехкилограммовую большую хер с ним возьму на рынке, но она будет вкусная. Ну, пускай будет дороже там, я не знаю, на 100 рублей. Но она будет вкусная. Ребят, всегда забываю рекомендовать вам в последнее время дебетную карту от банка Тинькофф. Именно карточка Тинькофф Блэк по моей ссылке в описании вам достанется абсолютно бесплатно. Это дебетовая карта, не кредитная. Если вдруг кто-то собирается в путешествие, у вас проблемы снять деньги за границей, идеально подойдет. Больше 12 стран поддерживать нашу систему мир национальную. В Турции, например, можно практически в любом банкомате снимать без лишних комиссий, ограничений и так далее. Плюс полностью, но всегда бесплатное обслуживание. Напоминаю, по моей ссылке в описании. Отличный кэшбэк, который возвращается в рублях, вы можете снимать. Его в банкоматах. Отличный кэшбэк на билеты, ЖД, авиа, на бронирование отелей возвращают тоже до 10% в рублях. Поэтому, ребят, кому надо, проходить, пожалуйста, по ссылке в описании. Немножко поздно я про нее опять вспомнил, но лучше поздно, чем никогда. Многие вообще мне подписчики уже заказали. У меня даже соседи заказали, я вам скажу больше. по моей ссылке тоже они летят в Турцию скоро. И, ну, они задали вопрос, как снимать. Вот я им порекомендовал. Я, наверное, все даем. Ну, не знаю. Во-первых, я только завтракал, у меня ни обеда, ничего не было. А потом лег спать в обед. Я встал рано. А в обед, наверное, пол первого в час я еще лег поспать. На несколько часиков. Организм требует молодой, растущий организм. не знаю, вот крылышки прям вообще. мы на прямом эфире на одном из завтра вопрос, какой у тебя самый любимый блюд на данный момент. Крылышки мои. Мои крылышки именно. Просто что-то с чем-то. Пивко нет, алкогольчик вообще не охота. я никогда не похмеляюсь. Я считаю, зачем нагружать лишний раз. Лучше аспирин. при возможности даже аспирин не надо. То есть, если голова не болит, больше воды пейте. Кровь будет и так разжижаться. Но не печень не нагружайте лишний раз лекарствами. Они прям за счет меда еще такие глазированные. помните мукбанка с пельменями. Недавно тоже был. На этой неделе точнее оставлял у меня остались пельмени я их положил в холодильник. На середине приехала мама и выкинула их. говорю, мам, зачем я бы их доел? Они стоят захламляют. там немножко, конечно, осталось, но на раз поесть хватило бы. хотя я не готовлю никогда впрок. Я готовлю каждый день свежее. Редко там что-то может заготовилось на два дня. Так, чтобы там прям кардинально насколько-то смотрите. Прям с косточки. Одна косточка нас вывалилась. Я их купил крылышки еще наверное дня четыре назад. приготовил только сегодня. Я их в морозилку положил. И все. А сегодня решил достать. Идешь в магазин даже не знаешь что хочешь. что-то такое пожрать, но не знаешь в чем. И обычно набираешь всякую хрень. Во-первых, не ходить никогда в магазин голодными. Что-нибудь обязательно поешьте, иначе нахватаете много ненужного. Давай. уже практически середина сентября. Сегодня это 11 сентября. 21 год с вот этого большого теракта в США. Башни близнецы когда самолет урезались. я конечно был маленький. Сколько мне было? 8 лет. Я помню картинки с телевизора. потому что во всех новостях везде это все было. Вот сейчас как документальный фильм, ну фильмы там бывал смотрел про это. И вот эти вот кадры показывают, я помню эти кадры с детства. Ну раньше мы ближе были с американским народом. Поэтому наши родители там и так далее более переживали. Ну тогда боялись. У нас тоже было все это. Начало вот этих 2000-х то. Какая во всем мире было неспокойно. Ну все. Мы сдаем. Офигенно. Солейте. все сожрал. Ну лан зато сытненький. Не голодненький. Очень вкусно поевший. Не забывайте написать пожалуйста в комментариях что вы со мной кушали. Поставить мне пальцы вверх. а не желаете за крылышки. Подписаться на канал кто это еще не сделал. Красная кнопочка вот здесь. Рядом с ней есть колокольчик. Выберите все уведомления. Вы не будете пропускать мои видео никогда. Был рад всех видеть. Кто не доел всем приятного аппетита. Всех целую. Увидимся в новых видео. Пока.